Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о книге моего детства. Артур Конан Дойль «Затерянный мир». Эта книга – первоисточник. Она породила целый жанр, целую область человеческой мысли, фантазии, человеческих достижений, поскольку современные спецэффекты, я считаю, выдающимся достижением культуры, но только очень приземленным, очень, скажем так, привязанным к конкретным требованиям увлекательности, развлекательности, которые предъявляет публика современная к кинематографу. Это, конечно, ситуация временная, и я считаю, что она будет решена либо доступностью этой самой технологии, когда 3D-пространство иллюзорное будет у каждого дома в квартире, уже 3D-телевизор – это уже реальность. Дальше речь идет даже не за шлемами и очками, о которых так много писали фантасты с виртуальной реальностью, а, вероятно, за какой-то другой технологией, которая позволит еще ближе к нам все это сделать. И тогда, когда наступит переизбыток дешевизны и возможностей в этой сфере, люди займутся не только выдуманными приключениями, не только созданием вот этих фантастических монстров, вся сюжетная интересность, которая описывается простой пантомимой. А-а-а! Чав-чав-чав-чав-чав-чав! Все! Больше нечего показать на самом деле. А будут созданы такие вещи, как знаменитый фильм, посвященный Хаблу. Это космический телескоп, о котором американцы сняли потрясающее 3D-кино. И на основе снимков, сделанных с его помощью, снимков отдаленных галактик, снимков отдаленных звезд, областей звездообразования, так называют астрономы, там, где образуются молодые звезды внутри туманностей, генерируются буквально в наших глазах, конденсируются и загораются, начинаются термоядерные реакции, там, где планетарные туманности расплылись, это наоборот, туманности, не имеющие отношения к существующим ныне звездам, и тем более к их планетам, они ошибочно были названы, эти туманности остались от взрыва сверхновых звезд. Поэтому это вот их остатки постепенно рассеивающиеся в пространстве. Невероятно красиво сделано, непотрясающе сделано, потому что ты знаешь, что каждый миллиметр каждого кадра абсолютная настоящая реальность. Это не придумано. Вот когда технологии доберутся до таких вещей, то мы увидим новую историю человечества, новую физическую картину мира, новую картину Вселенной, новое искусство и новую литературу. А до тех пор обратимся к первоисточникам. Я всегда придерживался того мнения, что книги, которые не являются ни компиляцией, ни перевожением, ни сокращенной адаптированной версией для детей, они большую ценность имеют в процессе чтения, для становления личности, чем книги, которые прошли сквозь вот это сито. И, конечно, с затерянным миром Конана Дойля, именно в переводе этого, того изначального, заговорился, классического уже текста, Артура Конана Дойля, именно с этим текстом и надо знакомиться современному читателю, а особенно ребенку. Потому что, во-первых, он гораздо реальнее таких супер-пупер реалистических фантазий о динозаврах, которые можно прочитать в современной литературе, а главным образом посмотреть в кино. Несмотря на то, что сейчас у нас и генная инженерия существует, и лягушек с кукушками можно скрещивать, как это в последних линейковых парках юрского периода, так далее, там все, что угодно можно творить, все это все-таки остается фантастикой, доступной только на киноэкране. А вот затерянные области планеты, где не ступала нога человека, никто, извините, не отменял. Как это так? Да мы всю планету видим с GPS спутников. Ничего подобного. Мы на самом деле не видим огромное количество, огромные площади и морской поверхности, и джунглей, и затерянных островов, которые никогда не посещал человек. И вот там-то и может таиться что-то неожиданное. Не обязательно такое вот симпатичное, в кавычках, как вот изображенное на обложке, но во всяком случае не представляется абсолютно не имеющей к нашей реальности фантазии то самое высокогорное плато, которое, значит, в дебрях обнаружили путешественники во главе с профессором Челленджером. «Затерянный мир» Конан Дойля – это прежде всего книга «Путешествия». Это книга «Путешествия» в довольно отдаленной области. Вот у меня в руках совершенно роскошное, такое, каким славится это издательство, переиздание классического произведения, выпущенное в 2014 году издательским домом «Нигма». Здесь иллюстрации Владимира Шевченко, и они мне очень нравятся. Они, может быть, не столь фотографически достоверны, как иллюстрации в книге, посвященной палеонтологии, зато они потрясающе передают эмоции. Вот посмотрите там сцены боя, сцены общения с этими человекообезьянами замечательными. Посмотрите, как изображены джунгли, как изможденные путешественники их на них нарисованы. Особенно обратите внимание, там есть потрясающий разворот, где динозавра осыпают стрелами и стреляют от него из ружей, отбиваются от гигантского тираннозавра, люди пытаясь спастись, объединив усилия, так сказать, и путешественники, и их невольные хозяева, негостеприимные. Это, конечно, здорово нарисовано, и это гораздо сильнее будет воображение, чем любая фотографическая точность на основе современных научных достижений, о том, как выглядели именно те динозавры, которых описывал Конан Дойл. Он описывал, кстати, не очень точно, потому что палеонтология не стоит на месте, и за истекшие 100 лет она очень-очень не сменила представление о тех ящерах и монстрах, которые здесь описаны. Но все самое главное и тираннозаврус, рекс, и птеродактиль, и все остальные, все остались диплодокетом, все остались как и есть, да, здесь ничего додумывать не приходится. Итак, затерянный мир. Отправляется команда в дебри Южной Америки для того, чтобы исследовать ранее неизученные области и добыть те самые биологические образцы утерянной, вымершей, как считают люди, фауны. В пути их предстоит множество приключений. Опять же, вот книга Конан Дойля, она все-таки описывает реальные путешествия, она все-таки описывает путешествия, которые совершали первопроходцы многократно на разных континентах. И это действительно не какой-то рассказ, где раз, Джонни, сделай мне монтаж, да, раз, сменяется кадр, и мы уже на месте. А вот как они шли, как они собирались, как они в пути ссорились, смирились, кто как себя вел, и так далее, это типа все за кадром, это неинтересно зрителю. Ничего подобного. Это как раз то самое, что делает настолько достоверной, завораживающе реалистичной картину, описанную Конан Дойлем. В этой книге мне больше всего нравится, что она настолько напоминает реальность, что, кажется, можно найти свидетельства в прессе и в науке, да, столетней давности об этой экспедиции. Благо, что и финал у книги открытый, здесь будет небольшой спойлер, то есть он допускает то, что все-таки экспедиция состоялась. Напоследок я хочу сказать, чем меня завораживают вообще подобные вещи. Во-первых, они показывают место человека в иерархии, в природе, да, в иерархии животного мира и на нашей собственной планете. Мы-то мним себя хозяевами. Человек-царь зверей, как это у Буучева. А звери об этом не знают. Они читать не умеют. Они неграмотные. Вот. А, соответственно, понимаете, да, это одно, один очень важный момент. Второй очень важный момент, это то, что отдаленнейшие области истории, и истории живой истории, истории жизни на нашей планете, истории человечества, истории Вселенной в целом, они доступны человеку благодаря знанию. И вот если сто лет назад это могло быть реализовано только как фантастический, научно-фантастический роман, да, описывающий воображаемое путешествие, то сейчас мы можем заглянуть в эти самые эпохи, опираясь уже на точное, достоверное научное знание. Невообразимо вырос багаж знаний человечества, огромное количество находок и палеонтологических, и исторических, и совершенствуются методы, которыми все это делается, да, анализируется. И, конечно, сейчас мы можем уже не научно-фантастический роман писать, а практически научно-популярную книжку, вот как бы на основе имеющихся данных, как реконструируя все это. Но Конан Дойль, он блестящий прозаик, он делает сюжет так, что вы не оторветесь. Сколько раз вспоминал я свое детство и этот самый жуткий затерянный мир, когда, находясь, конечно, на безопасном от кафедры расстоянии, я наблюдал очередного профессора Челленджера, несущего, так сказать, свет знаний в наши темные головы. Как он рычал и бесился там за кафедрой. Вот. Мне воображение немедленно подсказывало того самого профессора Челленджера, который нашел в затерянном мире своего двойника. И где нашел? Ну, рассказывать не буду, кто читал тот номер, понял. Сколько таких профессоров попадалось в нашей жизни. А как замечательно закончилось выступление в конце книги, когда вылетела птичка. Как часто вылетает птичка, когда кто-то слишком хочет доказательств и наглядных аргументов. И вообще в этой книге очень много символичного. Сейчас этот текст, конечно, прочитывается не как приключенческий. Сейчас, уже, скажем так, будучи взрослым человеком, я читаю этот текст иначе. Я вижу там и иллюзии на всю остальную, мировую приключенческую и другую художественную литературу того времени. И то, как выстроен сюжет, и то, как характеризуются персонажи. Я совершенно по-другому воспринимаю Мэй Лоуну, журналиста, который все это рассказывает. То есть это совсем иная для меня книга. Но она сохранила все то же обаяние, она сохранила все те же нюансы, которые, в общем, составляли счастье моего детства. Эту книгу я читал и перечитывал. И намерен перечитывать дальше. Обязательно дайте ее в руки ребенку, не пожалеете. Это вот то самое путешествие, которое надо совершить именно в детстве. Затерянный мир, Артур Конан Дуэль, прекрасное переиздание издательства Нигма, художник Владимир Шевченко, книга моего детства.